Это реально круто. 45 копеек такая стоила когда-то. Здорово, народ! Самое время показать город, съездить в центр. Погода, как всегда, не балует, но, тем не менее, решил я сгонять. Еще мне нужно заехать в офис Яндекс.Денег и разрулить там кое-какую проблему. Так что погнали! Порой складывается ощущение, что я иду по каким-то джунглям в лесу, блин. Мы в Питере уже четвертый день, и четвертый день мне болит башка. То же самое было, когда мы еще здесь жили. Очень часто болела голова, наверное, не знаю, из-за погоды, из-за давления. А еще меня улыбаются установки. Я так понимаю, что когда-то они были стеклянные. Сейчас здесь сделали решетку такую. У меня кроличья клетка такая же стояла. Велопрокат появился. Такого раньше не было. Можно купить абонемент на месяц. Это 600 рублей. Если поездки будут 30-45 минут, то бесплатно будешь кататься. Вроде так. Пока ехал, у нас заметил уже 6 магазинов белорусских продуктов. В один из них зашел. Но половина продуктов там нифига не белорусских, а поддельных. Я зашел в этот магазин, который только сейчас показывал. Белорусский продукт возле финляндского вокзала. Если будете здесь, можете не заходить. Примерно половина продукции не белорусской. Фальшивый. Полный суррогат какой-то непонятный. Белорусские тоже присутствуют, но... Блин, ветер. Значит, белорусские продукты присутствуют, но их реально мало. Процентов 25, наверное. 50% это жесткий суррогат, вообще неизвестно что. И еще 25% там российские всякие другие товары. Короче, фуфло. К сожалению, на набережной очень сильный ветер. Поэтому как-нибудь я выберу день, когда будет погода получше, поспокойнее. Я обязательно прокачусь по набережной на велосипеде. Прокат нашел уже. Так что, если у вас повод есть подписаться на канал. Если вам эта идея нравится, то ставим лайки. А вот это вообще мой район. В этом районе я прожил, наверное, вдоль всего в своей жизни. Красногвардейский район. Жил я здесь на шестой революции. Старый дом. Его расселили, по-моему, в 2000 каком-то году. Вот. И сейчас мне интересно посмотреть, что же там на его месте построили. Там были такие небольшие двух- или трехэтажные домики, коммуналки. Ну, типа вот таких вот. Ну, вот это четырехэтажные, там трехэтажные. Строили, говорят, их немцы военнопленные. Но в центре города, в таком районе держать трехэтажные дома, видимо, слишком накладно. Поэтому их решили снести. А я получил, как и после сноса, ту самую комнату, про которую я рассказал, которую я в итоге продал. Поверить не могу. Дом еще не снесли до сих пор. Сейчас я вам покажу дом, в котором я жил несколько лет. Ну, я, как говорил, я по Питеру много где жил. Как-то, не знаю, так получалось все время. Ой, блин, вообще жесть. Просто жесть сейчас. Вся революция, дом 12, корпус Е. Охереть. На втором этаже, в первой парадной. Вот это мое окно. Вот здесь мы жили. Потому что даже обои наши висят. Не видно про нихера. Приехал посмотреть свой дом и встретил белорусов. Сейчас с парнями. Болтал, стоял. Короче, два пацана. Ну, вы, может, видели там. Они в кадр попадали. Короче, один из мест, второй из Боровлян. Живет в трех домах от меня. О, какая земля круглая. Взял и встретил его здесь, в Питере. Короче, вот он дом. Думал с ними поговорить. Как пролезть туда? Они говорят, что там лестницы все переломаны. Так что ты особо туда не пролезешь. Опять белорусские товары. Короче, они тут повсюду. Единственное, плохо, что половина фуфлыжных товаров. Пользуются тем, что белорусские товары – это бренд. Тот же еще один. Белорусская косметика. Принесет домой, снится и кедровый дурь. У тебя с Виклагорью молоко тоже белорусское? А они не знают, что слово «Белоруссия» уже не существует с 93-го года? Я вам говорю. Я сам из Белоруссии. Это молоко никакого отношения в Белоруссии не имеет. Никакого отношения. Вы даже на пикетку посмотрите хотя бы. То есть половина товаров у вас в Белоруссии отношения не имеет. Какого-то людей в заблуждение приходит. Короче, не ходите в этот магазин. Никаких белорусских товаров тут нет. Короче, вокруг одни аферисты. Ошмар какой-то. Самое большое количество подделок белорусских товаров в магазинах товара из Белоруссии. Вот обязательно сделаю отдельное видео. Пройдусь по этим магазинам и покажу вам, что там есть реально из Белоруссии. Я пока нашел только два товара из всего магазина. Это венский завтрак, сырки и сыр Брест-Литовск. Все. Больше ничего там из Белоруссии нет. Абсолютно. А, вру, мороженое еще. Брестское мороженое еще. Все. Это ж надо, блин, такими наглыми быть-то, а. И ничего торгуют, никто их не трогает. Это бардак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok